нет короче у меня никакого настроения ничего я не буду записывать хотел рассказать такую историю можете мне верить можете нет но это правда ее рассказал мне один знакомый у него случилась такая интересная ситуация с работой с женой и с ним в которую я не знаю сейчас бери фильм снимай по этой ситуации история короче такая он там подыскивал какую-то работу время от времени что-то искал какую-то другую работу на которую хотел устроиться вот он этот парень который мне рассказывает эту историю вот и вдруг он видит какую-то вакансию который можно работать удаленно какая-то короче крутая международная фирма такую вакансию предоставляет и это вакансия она как бы но она подходила ему номинально этому чуваку это вакансия но не подходил потому что там были какие-то условия ну там я не знаю там например знание английского языка которого у него не было но знание английского языка было у его жены ну условно говоря то есть этот парень он как бы подходил под эту должность но не полностью каких-то у него там параметров не было в смысле он подходил под эту должность но выполнять и она не мог потому что там был нужен например английский язык не мог он и никак а так по документам он подходил вот даже не так сейчас я расскажу еще один раз жена этого парня искала работу или не искала короче ли он искал работу короче они увидели вакансию работают и делать могла жена но резюме этого парня она как бы более солидным было я даже не знаю смог ли вам рассказать эту историю или нет еще один раз начну жил был парень один он подыскивал работу даже я даже я даже тут не знаю короче желает значит женщина которая подыскивал работу и тут подвернулась работа но она как безалаберный человек не отправила туда свое резюме а вместо нее отправил резюме свое на эту работу ее муж теперь вы поняли короче они нашли какую-то интересную работу муж и жена вот жена тоже собиралась отправить свое резюме но что-то сказал нет там никакой нет работы или что-то мне не подойдет или чего-то а муж сказал что блин давай я тогда пошли резюме потому что мое резюме подходит под эту работу но я ее выполнять не могу понимать в силу определенных причин просто не могу это выполнять работу тот парень сказал а жена его могла эту работу выполнять но он послал свое резюме потому что резюме жены более куция и она как бы не могло не пробить работодателей поняли о чем идет речь короче муж и жена парень и девка вот этот парень рассказал мне историю о том что он его жена устраивалась на работу но она не отправила резюме а он туда отправил резюме на эту работу потому что у него более солидное резюме сейчас вы поймете к чему я клоню и почему эта история но она из разряда нашего будущего компьютерного это реальная история короче его принимают этого парня принимают на эту работу по результатам его резюме то есть она как бы им это резюме больше подходило но жена и даже не отправляла им резюме то есть они заранее сразу отправили резюме значит этого парня для трудоустройства его принимают на эту работу но работать он эту работу не мог ну но и не мог делать нормально на уровне рынка а могла эту работу делать его жена и и они отправили его резюме потому что она больше подходила а работать стало за него потому что это удаленка там как бы неважно его жена очистится он и она короче смотри она ведет все там его не соцсети не ведет а переписывается с работодателем значит через все его соцсети этого парня его жена он как бы это сам там не знаю ведет эти соцсети нет она через его соцсети переписывается с этим значит работодателем и работает на них уже там не знаю там два-три года она то есть они пишут здравствуйте андрей посылаем вам задание этой недели они короче пишут ему дорогой андрей там выполните такие функции сделайте такие там давайте там обсудим такие вот планы наши будем их значит воплощать воплощать такие и вот этот значит жена этого парня работает удаленно под именем этого парня на какую-то вот солидную фирму федеральную такую крупную то фирму которая там это какой-то крупный бизнес которого как с которыми ну ну просто крупный какой-то бизнес и вот там это значит жена этого парня работает под его именем и тут непонятно как как бы выйти из этой ситуации написать им что что это не парень работает с ними работает с его жена а парень этот он вообще в этой теме вообще уже ушел давным-давно и не занимается этой темой она не может даже эту работу выполнять вот эту работу выполняет его жена пользуюсь его как бы внешними данными но у нее не идет как бы старше непонятно как бы написать им об этом они могут ну то есть они брали определенного рода человека они могут как-то там сбрыкнуть там что-то сказать там блин мы вот этого брали вот понимаете там иванова андрея зачем нам какая-то там иванова там маргарита у нее там они посмотрят там резюме скажет она не подходит нам такая вот история в которую сложно поверить но он уверяет что это именно так а сам он работает вообще там на другой работе на фабрике на какой-то работает вообще не имеет отношения но к этой теме вот понимать такая вот странная ситуация сложилась и непонятно и вот он меня спрашивал как же как же ему выйти из этой истории вот дорогие друзья может быть вы можете подсказать предложить какие-то свои но идеи на этот счет как им этой семье выйти из этой вот сложной ситуации не сложная вот странной ситуации которая возможна только в наше время то есть удаленная работа и никогда как бы этот человек но фактически не вступает в общение с работодателем только весь на перезаписи вот ну ладно короче вот и вся история спасибо что досмотрели до конца и напишите свои варианты что ему посоветовать как ему выпутаться из данной ситуации с вами был доктор алешин и наконец-то я смог снять второй ролик 3 для своего youtube канала развивается он не быстро все пока 140 подписчиков пока